Я думаю, мы можем согласиться, что просто потому что что-то легально, не означает, что это морально. Например, раньше рабство было легальным, со временем оно стало нелегальным, но оно всегда было аморальным. То же самое касается и провластного геноцида, когда во время Холокоста нацистам было разрешено убивать евреев. Это всегда было аморально. Поэтому, если люди уничтожают эти централизованные корпусы для геноцида, как, например, газовые камеры в Освенциме, мы бы сказали, что это все оправдано. Ты ранее заявил, что Planned Parenthood это геноцидная организация, потому что ты считаешь, что аборт это убийство. Поэтому мой вопрос следующий. Поддерживаешь ли ты людей, которые взрывают клиники для абортов, ведь это оправдано с моральной точки зрения? Если нет, вернешь ли ты свои слова обратно касательно того, что Planned Parenthood это геноцидная организация? Хорошо, во-первых, я не заберу ни одно слово, сказанное Planned Parenthood. Во-вторых... Во-вторых, единственным случаем, когда насилие становится оправданным, является момент, когда иначе систему изменить нельзя. То есть, в моем понимании, прибегать к насилию, в частности в демократической стране, можно только тогда, когда все альтернативные способы были испробованы. В этом случае насилие становится оправданным. В нашем случае не все альтернативные способы более цивилизованного регулирования аборта были испробованы. Более того, нужно также учитывать то, что я бы назвал преступным умыслом людей, которые работают в клиниках для аборта. Многие люди просто не понимают, что они на самом деле делают. Так что опять же, когда дело касается массовых изменений в обществе и способах достижения этих изменений, существуют проблемы с моральной точки зрения и существуют проблемы с прагматической точки зрения. В демократической стране убивать докторов, которые делают аборт, будет аморально, если существуют другие способы прекратить совершение абортов, которые будут даже более эффективны, и как я считаю в долгосрочной перспективе, это без сомнения случится. С прагматической стороны, если ты начнешь убивать докторов, делающих аборт, то это не просто не решит проблему, но и подкинет дров в огонь движения за аборт. Для доступа к эксклюзивным видео и видео, которое нам заблокировал YouTube, вы можете подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании.